Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот, меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Родион Золотарев У нас сегодня два гостя, я их представлю, это известный латвийский музыкант, рэп-исполнитель Гатты Сирбы, известный как Гачу и как Месса известный Добрый день Здравствуй, Гаттис И человек, который уже был у нас в гостях однажды, достаточно давно, это Ингимар Дзенес, специалист по пивоварению И он представляет пивоварню Алхимитис Добрый день Алхимик, здравствуйте, Ингимар А в таком и составе здесь собрались по следующему поводу на не прошедших, а теперь уже позапрошедших выходных В цессе прошел фестиваль Лампа, его называют фестиваль разговоров, дискуссий Там очень много различных площадок, на которых происходят дискуссии И вот одна из самых любопытных дискуссий, которая собрала большое количество людей Она была организована национальным объединением и касалась темы так называемого нового национализма Современного национализма Сейчас вот это словосочетание стало вот все чаще как-то произноситься И наши сегодняшние гости принимали участие в этой дискуссии, всего было 5 человек А модератором выступал член нац. объединения Рихард Колс, которого потом, кстати, прожаривали Это главное, это апогей фестиваля Лампа, прожарка И вот Рихарду Колсу там досталось довольно серьезно Ну вот и я был на этой дискуссии в качестве зрителя Мне вот было очень интересно то, что говорят и что говорили вот вы И я решил вот как бы и русскоязычных слушателей И в принципе эту дискуссию как-то продолжить и русскоязычных слушателей Познакомить с этими интересными процессами вот этого нового национализма тоже Ну вот в принципе вы, вас когда пригласили, вас пригласили как кого? То есть как каких-то опинион лидеров, как это принято сейчас называть Или вы уже имели какие-то вот эти вот мысли, позиции по поводу нового национализма Как вы вообще реагировали на такую дискуссию? Я бы наверное хотел сказать, что нас пригласили как людей, которые То есть мы национально такие настроенные Да, но в таком плане, что мы латыши Но мы не тудлень тагадень, мы можем делать Он рэпер, у меня есть бар, у меня есть пивоварня То есть мы продвинутые Ну такие молодые люди в расцвете силы Да, не то, что мы просто идем и там, не знаю, там Около Кайру Гунскурса Я думаю, что они выбрали, мне кажется, очень выбирали таких разных тоже Как-то старались так разных Хорошо, ну там половина, ну как сказать, бизнесмена или кто-то Ну с чем, человечество, да Политики там были? Ну там один политик был Ну а кто? Ото Ну, лото лоп� Бублс Бублс Бублс, да-да-да Бублс, да-да-да-да Ну, да, потому что он это организовал Ну да-да-да-да А так по большому все был Я бы хотел ответить на этот вопрос Ну то есть вы были готовы, для вас не было это как-то вот так... Как вы, не знаю, смутились? знаешь как я и на самом деле может быть я так особо не был готов ну там я сказал сразу я не хочу не чтобы туда как-то политику очень засовывая но при этом но без нее там никак ну назовет жизнь это политика ну ну да где-то но да но у меня у меня свое зрение было как-то это все и потому может быть они как-то собрали таких один там более радикальный немножко было 1 до 1 до 1 но пугал в принципе такой достаточно не на самый радикальный был артурс артурс ну как вы ну я это за меня бутонс да 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 у него свое такое очень такой ну да не например я вообще не я хотел принципе спросить как вообще дискуссии и насколько ваша точка зрения вы же до там не собирались не обсуждали с другими участниками как вам взгляды которые транслировали другие люди знаешь но это у каждого свое мнение ты не можешь но потому мы и живем и я считаю это и есть наверное этот новый национализм что мы можем каждый думать как как хотим как видим не так что знаешь какой-то старый вот если ты не со мной тогда ты против меня там я думаю потому и это есть этот для меня это новое это вот так что мы больше за чем против каких-то вещей и это только нормально что они ну каждый думает по своему ну да я и я хочу сказать что точно точно что гад сказал что сейчас уже вот 25 лет прошло да мне уже в ну то есть но уже не уже свои правильно ну поэтому поэтому начинаем думать вместе только то наверное самое главное что там надо надо было понять но очень здорово что такие темы поднимаются потому что они очень такие не знаю сложные мягко говоря да и чувствительные а с другой стороны вот там же все так было интерактивно сделано были эти экраны и зрители аудитория в том числе кто смотрел онлайн они могли там было такое напишите то с чем у ассоциируется национализм слова слова да но увидели какие слова там были в принципе ну вот хотелось бы чтобы искали там начале в самом большом центре был гитлер потом когда по ходу дискуссии все утекло в сторону патриотизма там появился патриотизм но и по моему на ненависть да ну да ненависть гнев злость вот вот то есть это тоже глава глаз голос народа такой вот это видим как то как кто видит ну кто видит эти вещи какие-то или ну как он чувствуете например там за границей ну вот если ты сказал там в где-то в германии или в россии национализм тогда все но это все понято мы как раз говорили об этом что национализм национализм этот вот столько столько же много всяких вариантов сколько в слове букв с самого либерального до самого левого ну а как вы понимаете если так попробуйте сформулировать что вот сейчас многие вот не знаю насколько вы следили министр культуры вчера был утвержден новый наурис пунктулис известный оперный певец и в прошлом фронтмен группы парконс да он тоже вот употребил он сказал ясно мерен развивать современный национализм как вы его понимаете что это такое потому что звучит для многих достаточно пугающе ну понятно ли вам не знаю почему пугающе звучит разучит не разношка тут тоже такое как я уже там говорил на лампе что это как-то сам чувствуешься но например мне этот национализм этот новый такой точно но больше что мы как-то открыты и больше на какие-то новые вещи но вот если мы сейчас будем про миноритеты разговаривать какие-то я как бы брат меньшинств да да я как бы но мне это не району я считаю это неправильно что это это что ну я думаю если там какая-то ну это как их там сказать минортатами меньшинство да да но не 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 меньшинство он не так что народу а этих как их там а сексуальными да 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 ну вот там многие тоже задавали такие вопросы очень много задавали вопросов которые их как бы их беспокоило а мы же не политики мы можем говорите только о том что что нам нравится что мы не не политики но вы то есть у вас такая тоже важная общественная роль вы как бы это принято называть вот лидер мнений инфлуэнсер еще такое слово есть ну то есть в довольно популярные в обществе люди причем среди молодежи такая ну вот достаточно молодежно я закончу об этом ну да вот это я думаю что больше для нас для меня этот национализм такой вот не знаю более вот такой респект к себе к стране к людям бы такая лоялтата лояльность уважение и и более быть таким открытым потому что мы живем в таком современном в мире и я думаю что надо по большому надо дружить и тут второе второе такое почему мы не дружим почему нас хотят разделить это же политическое ну а сейчас русские латыши да 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 ну у нас на самом деле почему у нас разделяет не сами не мы идем там ты такой ты такой а ты такой она же разделяет но это специально это все сделано вот мы с ингом артем разговаривали например в советском союзе такого же не было но так что тебя так брутально разделяли тогда чтобы все вместе были и тогда нет ни не даже не думал о том что вы русский ой латыш вы ну все интересное мысль достаточно помним ну да ну все нет мы маленькие конечно мы были поменьше но я просто знаю но я помню что вообще не думал о том что произошло в таком случае не в семье ну произошло то что сейчас как ну хорошо все поменялось не ром перестрают латышам дали слова это конечно но часто я сейчас я думаю тут такой есть вот это что я сначала говорил что разделяют ну как бы мы же например в центре все дружим дружим не разделяет как-то вот тех которые не просто интересно тут сразу два вопроса начну с первого по поводу разделения вот я не открою сейчас секрет но многие считают что именно разделением занимается если мы говорим политики то политическая сила в названии которой есть что-то от национализма не не получается какой-то парадокс я думаю я ну вот например мне так кажется что как раз другая нас тут нас тут нас тут как это сказать притесняют притесни да 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 сейчас как вот это все идет за границей конечно и и и вот так вот как если те говорят я тут плохо живется вот я там такие такие не дают жить тюйты на бодзинч как это сказать бедный до бедные треки и и все это когда это сноса бедри бы как это сказать общество но она да это сила 2 до этого две противоположные она в таком вы не понимаешь мне никто не говорит вам не как латышу никто не говорит вот вот русские вот такие такие они там такие плохие нет тут уже если мы берем другой вопрос кто хочет как-то интегрироваться здесь учиться и на языки это другое совсем но мне никто не говорит в этом они там такие такие тут ну это я сам вижу как какой человек но мне кажется в той стороне сколько ну так это депутатам это власть но это выгодно, почему они так делают, это же все продумано, это все, ну, деньги-то, ну, так, но когда-то, мне кажется, когда это не было выгодно, это не было такого, ну, я не помню, что у меня есть, мелкому, когда я был маленький, мне там семья бы говорила, слушай, не дружь, там, с Толиком, ой, Толик, что это? Я вообще чувствую, что, вот, ну, наверное, в последние 15-10 лет это все поменялось, ну, последний, ну, там, я тоже все время хотел говорить по латышке, да, и, ну, как бы тоже показать свое, что я сейчас латыш, и сейчас вот это тут Латвия, но сейчас уже, вот, опять я говорю об этом, что вот последние 5 лет, я даже не чувствую, что больше и больше людей говорит со мной по латышке и даже русскоговорящий, да, и вот, и вообще я... Да потому что люди, наверное, вот, есть такие, есть, ну, как сказать, новые латыши или новые русские, они же учатся, например, у латышей, вот такие, которые, ну, там, 20 лет, они только на английском, да, разговаривают, ну, они на русском вообще, мне кажется, не умеют. Сейчас уже опять, ай, я не знаю, даже, да, с 20 до 30, да, там уже плохо с русским. Да, 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 но я не знаю, как вот, как раз у русскоязычных, как они, они тоже, наверное, английский. Ну, конечно, английский, это, в принципе, язык. Ну, хорошо, вот по поводу, Гатис сформулировал примерно, что для него вот этот новый национализм, у меня тогда сразу возникает вопрос, а почему тогда нужно, и он на лампе, по-моему, кстати, был у кого-то из зрителей, почему нам тогда нужно это слово? Ведь то, что ты говоришь, можно заменить многими словами, вот этот патриотизм рядом всегда, а зачем тогда это слово нужно, которое, ну, хочешь не хочешь, оно, не знаю, насколько можно его всё-таки в позитив вытащить, оно почему-то всё-таки дизлайки собирает. Это меняется, это, может быть, дизлайк собирает, вот, в какое поколение, ну, например, может быть, это новое поколение, она может это поменять, это, ну, как бы, в лучшую сторону. Знаешь, ты, ну, новый велосипед не придумаешь, ну, на самом деле, конечно, если он бы такой, если он такой плохой, ну, ну, можно как-то поменять, но это труд, я думаю, что это так трудно, и как-то сейчас, ну, нет, трудно сказать, не знаю. Ты с вами велосипедом, ты что имеешь в виду? Нет, я думал, что, ну, это слово уже есть, ну, такое, но уже со старых времён, да, и... Вот я говорю, что со старых времён оно не очень с хорошим ассоциируется, и это продемонстрировали эти экраны на лампе, вот, глаз народу. Ну, а как ты думаешь, это тогда вообще не пользуются? Ну, нет, ну, я вот там, я тоже, я считаю, и просто то, что люди, или во время дискуссии, что есть слово патриотизм, и с ним работать проще, скажем так, или нет, Инги Маркетт, думаешь? Да, потому что это американское слово. Интересный вопрос, но, ну, наверное, там какой-то, ну, там может быть что-то, это, для меня это, ну, так бы не очень такое слово, которое мне надо, мне главная идея, да, то есть можешь называть её как хочешь, можешь называть её как хочешь, хотя бы, не знаю, Анна. Ну, хорошо, а вот Гатя тоже сказал про меньшинство, те самые, и тоже вот интересовало это людей, чувствовалось во время дискуссии, как всё-таки национализм, вообще, да, мы вот это проскочили, чем он отличается, он чем-то отличается? Он называется новый, а он от старого чем-то отличается? Ну, я думаю, вот... Ну, вот в моей голове нет, может быть, просто они вот это новое... Потому что новое поколение. Потому что новое поколение, да. Как я сказал, ну, как я это вижу, что новое, может быть, это и есть то, что ты хочешь, ну, так как бы быть более открытым и более за каких-то вещей, чем против, если когда-то было реально против, тогда сейчас, может быть, и ты можешь больше принимать что-то, как бы, ну, да. А если больше принимать, то этот национализм, он не превращается вообще в что-то другое, то есть там вот либерализм, например, или это всё сочетается как-то вместе? Как вам кажется? Ну, вот всё это один большой бардак. Не знаю, как может быть, но... Я просто, я считаю, как ты сам видишь, ну... Я бы сказал так, что в новом национализме в Латвии есть место и русский, то есть латыш, русский, латыш. Это разница? Хочешь сказать? Ну да, ну да, ну да, в том, наверное, потому что мне уже тут, ну, я говорю, мне уже тут, ну, все уже точно свои, ну, и кроме тех, которые очень не хочут быть своими. Ну, то есть... Просто, да, старые националисты, хочется сказать. Главная идея, если так прямо говорить, национализма, это там, это страна для этой нации. Нет, 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 я вообще, когда вот если мы сейчас вот дискутируем, я вообще не, ну, даже не думал у себя, что только для латышей, реально для всех. Ну так, только главное, чтобы ты так же думал, ну, чтобы ты, как бы, любил эту страну. Ну, примерно, да, чтобы ты любил кому-то, конституцию, и тогда мы можем говорить. Ну, то есть, если ты, ну, как бы, можешь поцеловать наш флаг, тогда ты, ну, как бы... Ну, да, ну, в каком-то плане, ну, так, чтобы тебе не стыдно было за то, что это, как бы, ты тут живешь, ну, это твоя страна. Потому что мы же знаем, что у многих, ну, многих, ну, как бы, даже неприятно тут жить, или стыдно, или что-то, ну, они как-то... Ну, я думаю, что вот этот национализм, ну, такой, чтобы ты реально любил, тебе нравилось, и ты, как бы, ну, вот, уважал. Вот, и без разницы, русский, латыший или украинский. Ну, вот главные либеральные, скажем так, идеи, которые у нас в Латвии, ну, позиция самой страны, она такая либерально-демократическая, и вот вопросы, те самые чувствительные, ЛГБТ, может, вот, затронули, там, феминизм, беженцы, да, вот, как вы к этим вещам относитесь, которые, традиционный национализм, он их блокирует? Ну, как новые националисты относятся к этим вопросам? Ну, у меня, ну, как бы, если я новый националист, тогда ЛГБТ мне вообще, ну, мне не мешает, феминизм, это интересно, потому что, как-то, ну, это мне не очень нравится, но, как бы, я очень ценю женщин, я в таком плане феминист, но такой очень либеральный, да, по поводу беженцев, это уже очень такая трудная политика, конечно, всем надо помочь, но у нас пока что еще много, ну, много кому помочь, у нас, у нас свои беженцы есть еще много, ну, в таком плане, ну, как бы, конечно, это трудный вопрос, в принципе. Гатя, что думает? Ой, да, ну, интересно, насчет беженцев, знаешь, как, там тоже один мальчик задал такой вопрос, там, как вы так, как бы, против, или что, я такой сижу, думал, что тут, что все против. Все время как раз говорим, что не против. Да, 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 и, не, знаешь, как, если, ну, там с такой иронией можно смотреть, ну, если мы такие богатые, ну, конечно, будем помогать, ну, так, но, я не знаю, ну, это все, все, что там с беженцами происходит, это все, конечно, неправильно вообще уже, ну, так не должно было быть каждый, на самом деле, я считаю, каждый должен жить там, где он родился, где его семья. Самое лучшее это, ну, как бы. Ну, да, а тут все так, для этой политики, для этой страны, ну, все, мир так перевернулся, вот, и, ну, если, да, но если мы можем помочь, конечно, ну, и, ну, поможем, ну, смотрите, они убежали все. Ну, и тебе, кстати, интересно, почему? Да, один сказал холодно, второй сказал, там, что-то не так, ну, да. Да, если они идут, если я еду к нам, тогда это было бы хорошо, но они едут через нас, то есть, еще и забирают. И в Германию, да. Короткий перерыв сейчас, буквально пару минут, и вернемся, говорим о новом национализме, можно к нам, кстати, звонить, подключайтесь, телефон на прямом эфир, вы знаете. Продолжаем, у нас сегодня в гостях Агаты Сирбе, музыкант и рэп-исполнитель Месса Гачо. Известен. Пивовар Ингимар Дзенес. Здравствуйте. И вот мы говорим на такую чувствительную тему новый национализм. Вот пытаюсь я выяснить, что же это такое, потому что даже министр культуры, уже вот вчера он был утвержден в этой должности, оперный солист, участник группы «Пайркуанс» в прошлом, которую запрещали в Советском Союзе, между прочим. Вот он тоже сказал, что хочет развивать этот самый современный национализм. Вот что меня еще обратило внимание, Гатис, когда говорил на Лампе об этом, на фестивале Лампа в Цессе, сказал, что национализм – это в том числе любовь к государству. Вот то самое, ну, флаг там, это понятно, гимн. Ну, вот, все-таки мне всегда представлялось, ну, то есть, принято разделять страну и государство. Страна – это земля, вот край, да, то есть, люди. Государство – это политики, система и так далее. Вот вы это разделяете, и в этом смысле любовь к стране – это такая вещь, ну, понятная, а любовь к государству такая достаточно, не совсем понятная. Ну, может быть, мы это не разделяем. Я, на самом деле, может быть. Думаешь, не стоит разделять это? Да нет, ну, вообще, знаешь, как мне реально, у меня флаг, латышский флаг, ну, висит каждый день у дома вообще, ну, там, нет, у кого-то тогда надо только поставил, я как-то вот, вот, люблю, вот, свою страну, и могу сказать власть, ну, так, может быть. Ну, вот этот момент, вот этот момент немножко коробит. Нет, знаешь, как, я не люблю систему, может быть, какую-то, ну, ну, если так. Ну, просто власть, власть обходится с гражданами, понятно, что есть разные там, но, как правило… Власть как, как бы, ставишь в ту сторону, где… Противопоставляю. Да, где политика. Да, как иначе. А кто, кто здесь власть? Ну, я бы, наверное, управлять, кто принимает решения. Я более так, как люди тоже, как, ну, индивидуально так смотрю, наверное. Просто мне всегда казалось, вот Тенгемар тоже может сказать, что в первую очередь деятели искусства, да, художники в широком смысле, журналисты тоже, это те люди, которые должны всегда быть в власти настроены так, ну, критически это называется, то есть они должны в тонусе держать. Особенно, если говорить о рэп-музыке, я еще в те времена, вот, когда Гатис начинал, это ведь, ну, это протест всегда, это протест, это голос улиц, не так, не хочу банально говорить, вот. И вот я об этом говорю, разве не так должно быть все-таки? Нет, ну, может быть, знаешь, как я у себя как-то, может быть, не знаю, неправильно, может быть, сказал, ну, или… А как, вот, интересно, что ты проделил на три, не только на два, то есть земля, государство и власть. Ну, государство и власть я вместе считаю, это… Ну, я бы не сказал, в таком романтическом плане, там, с 18-го года, вот, власть Латвия, да, вот, наш, вот, флаг тоже, да, это все, это я люблю. Власть, это немножко, может быть, вот это уже такое, что-то такое, что нам надо еще там… Ну, если так грубо спрашивать, вы вот довольны, ну, вот, Гатис сказал, власти тоже симпатизируют, у вас есть какие-то вещи, которые вас не устраивают, или вы так больше в розовых очках, вам кажется, вот, то, что нам говорят эти люди, кстати, что все хорошо, в принципе, идем вперед. Конечно, нет, конечно, я вообще, если так сказать, я против, очень против политики, ну, то, что там происходит. Ну, это мы же все видим, не только, там, в Риге с дома, или, ну, там, ну, такой хаос, ну, это же всем видно, ну, ты же не, если ты, как сказать, если ты не дурак, ну, у тебя же глаза есть, у тебя ум, ну, как бы, голова, ну, ты же видишь, что она тебя, как бы, имеют, ну, так, ну, на самом деле. Я немножко буду критически, побольше критически, потому что я, я бы сказал, что стопроцентно власти, это, как, спугался? Зеркало. Зеркало нашего, нашей земли, то есть, вот, какие мы есть, как мы, как мы идем голосовать. Да, голосовать. Голосовать, то мы и достаем. Ну, вот по поводу, кстати, голосования тоже, вы, кстати, готовы сказать, за кого голосовали, или считаете, хотите это сохранить? Я голосовал за национальный. Так, Агадзи. Я голосовал, на самом деле, мне кажется, тоже, ну, не, я в Европе в парламенте голосовал за Рихардса, тоже, потому что он мне уже, как бы, ну, я давно его знаю, там, с 15 лет, ну, не с 18 лет, ну, так, да, Колса, да. За него голосовал, а мне кажется, и в прошлый раз, да, тоже в этих, когда... Я в Европе голосовал за националистов, но когда был Саем последний день, тогда у меня был медовый месяц. Я был в Сицилии, и там никуда, никак. Это важительная причина, да. Самые, две были вместе в Италии, Рома и Милан. Ну, в принципе, меня надо, надо, если там, я там был немножко больше недели, и, наверное, половину времени мне надо было бы провести здесь, да, да. Не, не, ну, там, например, вот тоже, да, мы же видим, да, что, ну, такое, за кого голосовать, но я голосовал только потому, что я его знаю. Я ему как-то верю, ну, вот Рихардсу, мне кажется, он такой честный человек, дай бог, чтобы так было, и я ему сказал, ну, ты только меня, ну, как бы, не подведи, да, ну, а как вы, вот интересно, просто, как показали выборы, там, различная статистика среди молодых людей, в Латвии все-таки национальное объединение не преобладает, это партии скорее либеральные, ну, вот, я понимаю для себя почему, ну, вот, почему вы голосовали мне, я за вас не могу сказать, может быть, вы можете сказать, то есть преобладают какие-то все-таки вот политические взгляды на открытость, ну, вот для развития за прогрессивные, которые мало набрали, но очень много молодежи про них говорили. Ну, люди, латыши, ну, вот, это никому не секрет, что есть, как бы, сасканье. Ну, за кого по-большому все, ну, все русские голосуют и так далее. А только ли русские? Ну, я не знаю, по-большому, ну, так, ну, если мы берем... Я просто хотел спросить, ну, то есть, партия согласия, там два вопроса просто будет. Первый, за партию согласия голосует большинство, уже три раза подряд. Вот, как вы тогда это можете объяснить? Ну, посмотри, сколько русских в Латвии? 40%? Ну. В Риге 60%. Ну, меньше 60%. Ну, нет, ну, подумай, ну, смотри, ну, а латыши, раз, они вообще, как бы, у них нету такой... На латыше, мне кажется, нету такого зомбинга и такой рекламы, что надо идти голосовать, как бы. Ну, надо, но вот, например, сколько этих партий там в Латыши, ну, они... Не, ну, там по цифрам не сходятся. Ну, сами себя там... 50% пойдут в Латыши 20 голосовать, и тогда эти уже там... Не, ну, русские тоже, то есть явка очень низкая, но это уже такие моменты. Но мне просто казалось, что... И мне казалось, что цифры об этом говорят, что Латыши тоже согласия голосуют. Ну, не, конечно, кто-то есть. Ну, это очень индивидуально. Самое плохое, то, что очень много людей вообще не голосует. Ну, да, да. Ну, если мы тоже... Не, понимаешь, вот тоже, тут никто не верит просто. Ну, я заголосовал за Колса только потому, что, ну, как бы, я знаю его давно, и он, мне кажется, он хороший человек, ну, так, вообще, я его знаю, и я думаю, ну, он мне не подвел еще ни разу. Ну, так, ну, давай заголосуем, ну, понимаешь, ну, тут нету такого, ну, если был бы кто-то другой мне, может быть, я им никому не верю, на самом деле, ну, вообще. Просто нет. Ну, да, да, да. А я голосовал в таком плане опять, что я просто тоже, я хочу, то есть, пройтись, каждый раз не могу голосовать за нового, за нового, новую партию. Да, да, да. Потому что все время есть сам, типа, там была Венуа-Тейп, там пар, потом новая Венуа-Тейп, да, ну, то есть, все время что-то там меняется, но, в принципе, ничего не больше, очень не меняется. Просто второй момент, который всегда у всех возникает вопрос, это вот за эту партию, которую там сидел Тушена непопулярными, говоря, за нее голосует большинство, а при этом эта партия всегда остается не у дел, то есть ее в оппозицию отправляют. Насколько это справедливо? Как вы это видите просто? Не знаю, это справедливо. Ну, как это видим? Не так и не видим, просто идем, голосуем, я не знаю, как там дальше, уже трудно сказать. Как ты вид увидишь? Нет, ну, я здесь вопросы задаю. Это просто такой, ну, это вопрос, я вот транслирую то, о чем всегда говорят просто. Почему вот эта партия, она побеждает, а потом ничего нет? То есть, ну, вас-то не беспокоит это, наоборот, наверное, как избирателей другого лагеря. Ну, да, мне кажется, что лучше, чтобы вот эти, ну, то есть, да, мне не очень нравится, например, вернутый, да, или вот так, что мне нравится. А, везут, ты думаешь, про согласие, про согласие. Ну, да, там вот, вот это и надо, вот как-то придумать что-то там, что-то там не происходит. Ну, ну, там очень много вот этих вопросов по поводу или их из Кремля, там их ведут или не ведут, пока что, наверное, поэтому они никак не войдут. Ну, там же их кухня внутри, там такое, что происходит, мы точно не можем, ну, сейчас, ну, как сказать, почему там, то там так происходит или то там так, но там же такой в ихнем этим, в каше там бардак, что-то. Ну, так, наверное, пройдет, как, вот, например, в Америке есть два партии, да, вот в Латвии тоже, но все время хотя бы партий у нас много, но, в принципе, ну, как бы стран стороны две. Да, ну, вот эти две стороны, они по языковому обычно принципу понимаются. Пока что, да, ну, может быть, что-то не поменяет, потому что там, там, когда, как-то там, там уже довольно много их и латышей, да, и в другой стороне то есть, то есть национальной стороне довольно многих русских. Вот действительно там много русских. Ну, не знаю. Не припомню русские имена, ну, ладно, немножко в сторону отойдем. Вот в тринадцатом году у Гайсиса такой заочный получился спор с ни с кем иным, как с Артусом Кайменьшем. Когда Гайсис вызывал его даже там чуть ли не на дуэль, на поединок. Тогда Артус Кайменьш, я так понимаю, что это было связано с его вот этой деятельностью, с его Суню Будо, программой и так далее. Тогда Артус был ведущим и актером. Сейчас он стал не последним человеком в стране. И партия, между прочим, его сразу после согласия заняла следующее место. Вот ты как-то... Продолжилась эта история, твое отношение к Артусу? Сейчас он политик. Да, но это... Да, но эта история вообще... Почему она началась... Ну, когда произошла. Произошла, да. Потому что он как-то в этой Суне Будо там, в этой передаче там пиарился, пиарился, и он очень такой, ну... Он умеет это делать. Да, да, да. И этот хардкор пиар у него такой подход. И я просто как-то один раз он меня задел там, не знаю за чего. Я зажегся, и он чувствует... И вот там эти люди вокруг его. О, давай, на этого играем. Это зажигается быстро, не знаю. Ну, все, это так пошло, пошло, пошло. И потом как-то хорошо, что он зашел, наверное, в эту политику, и это все, ну, закрылось. Не, ну, вот я именно про это говорю. То есть многие его воспринимают и партию КПВЛ, это же кому принадлежит власть как раз. Не, знаешь, как... То это партия реформаторы, которые вот за народ, он против вот коммунизма какого-то проявлений. Вот как вы это видите, как новые националисты? Знаешь, как, я скажу одно, только одно хорошее, мне кажется, хорошее то, что он туда как бы зашел и все показывал. Просто открыл все со своей этой камерой, там гулял туда-сюда, там, да, и просто все как на ладони. Вот это единственное хорошее, ну, такое, что он там сейчас делает, что нету, как я понимаю, камеры больше нету, ну, у него. Ну, перестал, да? Ну, ты знаешь, сами мы же тоже опять смотрим, голова у нас же есть, ну, ты там сейчас, сейчас как-то, может быть, наверное, тебе больше это не интересует до того, когда шел, тогда ты там вот... То есть поэтому перестал снимать? Я бы сказал так, сколько людей, ну, сейчас у нас мы можем сказать, что у нас много друзей тоже в Сайме, да, и сколько они? Действительно? Ну, сейчас новое поколение как бы входит, ну, у нас друзей вообще много, ну, может, не друзей, может, знакомых, а по-моему. Они просто интересно, это вот у нас блок преимущественно? Нас объединение, имею в виду? Не-не, вообще, там, в пары, там, да-да, ну, там. У меня есть согласие, наверное. Ну, тоже, ну, не согласие, я тоже. Не-не, как, ну, знакомых, мы же тоже растем, и новые и заходят. И в домы. Да, и заходят, но код к бет-ай. А, я хотел сказать, что с кем поговоришь, ты сразу понимаешь, что даже если он шел туда вот с лозунгом и вот сейчас буду работать, там очень быстренько его как бы складывает, и все пойдет опять. У него тоже столчайшая система. Ну, да-да, давайте звонки попробуем принять, послушаем, что нам хотят сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вот я разделяю понятие национализма на здоровый национализм и больной национализм. Да. Здоровый национализм, в моем понимании, это когда общество, объединенное территорией экономическими и социальными признаками, при всем его многообразии и разнообразии, развивается, опираясь вот на все это многообразие и разнообразие всех групп этого общества. А больной национализм, когда часть общества, объединенная каким-то определяющим признаком, скажем, языком, да, пытается развиваться, подавляя другие части общества. Вот я думаю, с этой точки зрения и надо подходить к этому вопросу, а не с точки зрения политических партий или еще с каких-либо других точек зрения. Вот в моем понимании, больной национализм, да, это национализм, извините, Гиклера. Вот. А здоровый национализм, это современный. Вот кого? А у вас есть какие-то вот те, кто транслирует такое? Ну, герои, которые такие идеи транслируют? Здоровый национализм. Вы знаете, я думаю, что возьмите того же, Жаня Солибки, здоровый национализм в экстремальных условиях. Вот я думаю, что и больной, и здоровый проявляется именно в экстремальных условиях. А в современном мире? А в современном мире, я сказала, вот Германия. Я думаю, что она может быть в какой-то степени примером для вот современного национализма. Швеция, вот развитые страны Европы. Спасибо. Спасибо. Ну, вот вопрос, насколько это... Германия просто принимает самое большое количество беженцев, то есть националистическими это нельзя назвать, эти действия. Так, ну давайте еще звонок один примем. Да. Теперь вам слово. Добрый день. Ну, вот давно уже сформулировано очень просто. Патриотизм, любовь к своему народу, национализм, ненависть к народу-соседу. Это раз. Второе. Главное для народа язык. Так, понимаете, и когда нам здесь говорят, что у вас язык иностранный, значит, мы иностранцы. То есть веками здесь были русские, но мы иностранцами стали. И вот если хватит терпения, пока вы говорите, я просто нашел эту фразу с Эдлиникса, я ее зачитаю вашим, значит, гостям. Ну, минута. Предъявительным словом русские или более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovieticus. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей у этих существ, мы существа, вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Большая часть общества их презирает. У генетической ошибки или болезни нет никакой. Все, спасибо. Ну, ты известная цитата, ты известная цитата. Есть эта цитата Шнуре про русскую ложь. Ну, это одного индивида, да, цитата какая-то, да? Да. Ну, достаточно такого, известного индивида. Ну, это есть, как и говорилось, да, наверное, вот сколько букв в национализме, столько их. Начинаем с либерального совсем, да, до совсем такого. А вот по поводу тоже, ну, мы... Я так не думаю. Мы говорили про согласие, и Гемар сказал по поводу вот этого влияния Кремля. Вот часто про местных русскоязычных, ну, вот я представитель, тоже, можно сказать, приходится слышать, что они все, как бы, у них там какой-то этот кремлевский канал идет, да, такой напрямую. Вот вы видите какие-то отличия между местными и русскоязычными? Я могу сказать сразу, я тоже сейчас, как бы, представитель русского... Ну, пространство. Нет, 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 семей, потому что я поженился, да, на русскую семью, в которой, да, в которой мама очень либеральная, либо реальная к латышам, к тому не разговаривает по латышке, а отец очень... А отец не разговаривает по латышке? Да, у нее просто проблема с лимистикой. И как это для нового националиста проводит? А отец очень, очень, ему, как бы, больше нравится вот кремльская политика, он говорит по латышке. Ну, у вас не случается каких-то пожесточенных? Ни разу, ни разу ничего никакого, ни такого. Ну, знаешь, да, насчет семьи, вот, я уже на лампе сказал, что у меня, я немного, скажу, ну, не наполовину, а немного украинец, у меня дедушка украинец, и он поженился с латышкой, и так, и вот, и я тут, и тут, и так. Ну, вот, а... И вот я тут сижу. На самом деле, да, вот я тут сижу. Ну, вот, что странно, что когда я лечу куда-то за границей, я как-то всегда... Я знакомлюсь часто с русскими, потому что вот там в Бали, или там, не знаю, в Турции, ну, русских много, и ты с ним знакомишься, и все как один, все как один просто говорят, мы хотим свалить с Россией, мы хотим просто жесть, нас там так, такой прессинг нам, вообще бизнес, ничего не можем сделать. Ты смотришь... Просто я как ведущий должен просто сказать, а в Ирландии или в Англии ты был? Не, слушай... Не встречал там никого? Не-не, я, конечно, и так и в Латвии тоже в мелких, ну, ну, это везде, конечно, везде, но там люди такие, ну, как бы при деньгах, и все в порядке, но нету такого, что вот, не знаю, это тоже, наверное, другой рассказ. Ну да, ну просто вот... Везде хорошо, где нас нет, да? Да, если музыкальную сферу брать, то часто, ну, вот мы по влиянию России говорили, вот, приходится слышать, например, в сторону, или группа Brainstorm, там, архипопулярный, да, или Интерсабусулиса, потому что они, ну, понятно, это российский рынок, очень сильные, и такое отношение, то есть, немножко... Ну, потому что они там, ну, как бы, вступают, да, да, занимаются музыкой, да, ну, Каталатюши, это говорят, да, ну, да, такие мнения, что-то, ну, это уже такие... Ты знаешь, это иногда там, это когда вот кто-то, когда Brainstorm не знали, что им надо выступить там в каком-то, это был где-то, там, показывали, как это, шел какой-то танков или там что-то, там, не знаю, но они, как бы, это вот не знали, что там такое, дальше там немножко будут, и тогда им как раз там вот брали. А так, ну, мы же все, ну, как ты же понимаешь, ну, там же деньги, ты там работаешь, ну, и что? Ну, ну, это, я, например, у себя, как музыкант, вообще не чувствую такое, что на них там какого-то, вот такое добавление было бы от общества. Ну, вот именно, вот Ингемер тоже на лампе говорил, что или сейчас это, или раньше, ты говорил, что ты, когда к тебе приходят в твой бар, ты говоришь только на латышском языке. Был такой, да. Это было. Был такой. А, ну, просто у нас есть, вот, да, Угов пился, есть в Лепой был как раз, кто это, один из тех, кто с вами на лампе был, тоже такой же, вот здесь насколько, то есть вы, вы идете, получается, своему бизнесу, ну, на перекор. Ну, там было сначала, ну, такой, да, ну, конечно, да, но, как бы, вот это, ну, как бы, это надо было своей голове, как бы, провести, прожить. А, то есть сейчас ты пришел к выводам, да. Знаешь, как у меня, если так будет про это, про сказать про, 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 как-то, Володу. Язык, да. Ну, мне, например, такое, что, реально, у меня есть много знакомых русских, и я им, я в одном интервью уже это говорил, я говорю, мне, как бы, стыдно разговаривать с русским на латышком, потому что мне кажется, что он думает, что я тупой, что я не умею язык. А это уже... Нет, это у меня такое, я так же, как с каким-то американцем или кем-то, ну, я хочу сам научиться, я хочу ему показать, что я умею, если я это не буду делать, мне, это, это моя индивидуальная, субъективная, что мне покажется, что он будет думать, что я, ну, дурак. Ну, реально. Ну, почему он так должен думать, с другой стороны? Не, ну, да, не, это мое, потому я хочу, это не, вообще никакое, не такое, ну... Ну, я бы хотел сказать, что это очень меняется, сейчас очень много русских, так же, когда, если один латыш, у меня самого, так, сейчас больше и больше бывает, здесь даже, если я один латыш, со мной разговаривает по латышке, даже если там кто-то слыхает, хуже говорит, да, так что, ну, и, конечно, в другой стороне тоже, то есть, это все, как бы, в моих глазах очень меняется. Да, на этом круто, если, значит, у меня тоже есть такие друзья русские, которые на латышком стараются, я просто думаю, ну, он криво там, как-то так, там вообще, там так, но все равно он говорит, и такой, вау, ну, круто, круто. Ну, на этом, да, вот как раз мы завершим, ну, что тут, кроме как «Давайте жить дружно», ничего более, более, более стромного и не придумаешь. Спасибо большое, Гатя Сырба, Гачо, Месса, Пивовар, Алхимик, Ингимар, Зенис, спасибо большое.